Мария Ильюхина, звезда Воронина, забеременела в 18 лет. Молодая актриса и ее парень, узнав о скором прибавлении, сразу поженились, чтобы дочка родилась в законном браке. В 2023 году Мария родила дочку, которую назвали в ее честь, тоже Маша. С обязанностями родители справляются легко и с удовольствием. Недавно их малышка отметила первый юбилей. Наталья Водянова. Спермодель Наталья Водянова стала мамой в 19 лет. Тогда на свет появился ее старший сын Лукас. Ранняя беременность не помешала Наталье построить успешную карьеру и реализоваться в разных сферах жизни. Сейчас у модели пятеро наследников. Она заботится не только о своих, но и о чужих детях. У Водяновой действует собственный фонд «Обнаженное сердце». Екатерина Андреева. Старшую дочь Наталью Тлеведущая родила в 18 лет. О первом муже Екатерина Андреева рассказывала мало. Известно, что с неким Андреем она училась в одной школе. Зато более 30 лет лицо Первого канала счастлива в браке с черногорским бизнесменом Душиным Пировичем. Единственная наследница Андреевой с отличием закончила МГИМО и работает по специальности в сфере финансов. Слава, Слава, она же Анастасия Слоневская, забеременела в 17 лет. Отцом ребенка, старшей дочери Александры, стал бизнесмен Константин Морозов. Их отношения ни к чему не привели, и воспитание дочери полностью легко на плечи начинающей певицы. Она сделала все, чтобы ребенок ни в чем не нуждался. А в 2011 году, когда Слава была уже состоявшейся артисткой, она родила вторую дочь Ангелину. В 2023 году Саша сделала звезду молодой бабушкой ТК Лера Кудрявцева. Лера Кудрявцева тоже стала мамой в 18 лет. Сына Жанна она родила от барабанщика, ласкового Мая, Сергея Ленюка. Кудрявцева совмещать материнство с работой на телевидении. Сейчас ее наследнику за 30, у него есть своя семья. А Лера посвящает все время воспитанию маленькой дочки Маши, которую родила от хоккеиста Игоря Макарова. Яна Поплавская, актриса, которую многие помнят как «Красную шапочку» из советской музыкальной сказки, поддалась чарам режиссера Сергея Гинзбурга. В 1985 году 18-летняя Яна родила сына Клима. Через 11 лет у пары появился второй сын Никита. Но дети не остановили Гинзбурга и Поплавскую от развода. Ее дети выросли достойными людьми. Клим стал режиссером, а Никита занялся строительным бизнесом. Кристина Орбакайте Кристина Орбакайте стала мамой в 19 лет. У нее и Владимира Преснякова родился сын Никита. Их ранний брак в конце концов распался. Кристина построила головокружительную карьеру в кино и музыке и родила Никите брата Дэми и сестру Клавдию. Екатерина Стриженова Александр и Екатерина Стриженовы встречались с юности. Сразу после школы они поженились, а потом не стали медлить с детьми. Дочь Анастасии появилась у знаменитой пары, когда Екатерине было 20 лет, а Александру – 19. Они воспитали ребенка, родили вторую дочь, добились успехов в телевизионной карьере и отметили 35 лет совместной жизни Полина Гагарина. Сына Андрея Полина Гагарина родила в 20 лет, сразу после выхода из фабрики звезд. Сейчас певица не жалеет, что довольно рано стала мамой. У них со взрослым сыном много общих интересов. Андрею – 16 лет, он, как и родительница, занялся музыкой. А вот младшая дочка Мия больше увлекается танцами. Юлия Барановская Первый сын Артем появился у Юлии Барановской, когда ей только-только исполнилось 20 лет. На тот момент она уже состояла в отношениях с футболистом Андреем Аршавиным. Спортсмену Юлия подарила еще двоих детей, а в 2012-м пара со скандалом рассталась. Барановская добилась алиментов, хотя не была законной женой Аршавина, и сама поставила сыновей и дочь на ноги. Так при этом успела и собственную карьеру построить.